В свои 11 лет Ульяна Алдошина хорошо знает историю не только Великой Отечественной войны, но и своей семьи. Ее прадедушки – солдаты бессмертного полка. Один пропал без вести, мы до сих пор не знаем, кто им. Второго мама отправляла в 2018 заявку. В мае этого года пришла повестка, что нашли, где дедушка второй погиб, он погиб в Белоруссии в концлагере. В военно-патриотической эстафете «Салют Победе» Ульяна участвует не впервые. На этот раз вместе с танцевальным коллективом она исполнила танец «Экипаж – одна семья». Он рассказывает о настоящей дружбе моряков. Девятый этап эстафеты посвящен Мурманску. В самом начале войны фашистские захватчики остановились в 20-30 километрах от города. Красноармейцы оказали ожесточенное сопротивление. Линия фронта оставалась неизменной до начала наступления наших войск в 1944 году. Что историческую память наших героев, городов героев, людей героев, победивших в Великой Отечественной войне, нельзя забывать. Песни, стихи, танцы – концертная программа была насыщенной. «Важно говорить с детьми об истории страны, чтить память ее героев», – отмечает мама участника концерта Татьяна Кривенко. Ее сын Александр исполнил песню «Шамана встанем». Я считаю, это очень важно для всех, для всего нашего и будущего поколения, и настоящего поколения. Благодаря им мы живы. Эстафета «Салют Победе» в Одинцовском округе продолжается. На этот раз ее символы – копию Знамени Победы, медаль за оборону Советского Заполярья и морскую офицерскую фуражку времен Великой Отечественной войны – в торжественной обстановке передали из Голицына на Власиху. Николай Зарубин, Карина Еряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова